Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас в видео очень необычные вентиляторы для корпуса. Это китайский производитель, но делает он очень качественную продукцию, так что и продают их в локальных магазинах по всему миру. Встречайте, набор вентиляторов для корпуса Alls Eye X12. А в начале видео у меня сообщение для тех людей, кто курит сигареты, но имеет желание прекратить это безобразие. Существуют так называемые электронные сигареты, которые несут гораздо меньше вред организму и при этом отказаться от них гораздо проще, чем от обычного курения. И сам переход с обычных сигарет на электронные уже является большим улучшением для вашего здоровья. И когда мы выбираем электронную сигарету, нужно выбрать именно качественный продукт, иначе она не будет выполнять свою функцию на должном уровне и бросить курить попросту не получится. Хочу порекомендовать компанию Veporesa. Они производят топовые устройства за очень привлекательную стоимость. Одно из таких компактных устройств вы можете видеть сейчас на экране. Компания всегда делает акцент не только на качество, но и на внешний вид, что немаловажно. Также сразу с устройством они всегда кладут расходники и сменные части. Однажды именно благодаря этой компании я сам бросил вредную привычку. В общем, кому будет интересно, ссылку на официальный сайт, где можно ознакомиться с их продукцией, я оставлю прямо в описании видео. Набор вентиляторов поставляется в очень надежной упаковке. Если заказывать именно с Алиэкспресс, это довольно важно. Я заказал белого цвета. Еще есть черный и серебристый вариант. В комплекте имеются три вентилятора, контроллер, к которому можно подключить 10 таких вентиляторов и все необходимые кабели. Также есть полный набор всех винтов для крепления, как к корпусу, так и к радиаторам. Ну и, собственно, дистанционный пульт управления. Дизайн у вертушек очень необычный, и этим самым они цепляют. Они чем-то напоминают маленькие квадрокоптеры, только винт тут один большой по центру. На каждой ножке есть резиновая прокладка, которая снижает вибрацию и, собственно, уровень шума. Верхняя крышечка легко снимается и одевается обратно. Это нужно для вкручивания посадочных винтов. Подключение всей системы очень интуитивное. Также контроллер подключается к материнской плате. Благодаря этому вентиляторами можно управлять прямо с операционной системы. Или даже выставить все в автоматический режим, и компьютер сам будет решать, когда и с какой скоростью им нужно вращаться. Второй вариант – это пульт управления. На нем тоже можно выставить любые показатели, как скорость вращения, режим и цвет подсветки, изменить яркость или даже полностью отключить подсветку. Важно заметить, что режимы тут, конечно, сохраняются, и каждый раз выставлять их по новой не нужно. Максимальная скорость вращения – 1200 оборотов в минуту. Подшипник в вентиляторах гидродинамический, так что со сроком службы проблем быть не должно. Но точно проверить это, увы, я не смогу. Ну и главное – это уровень шума. При 1200 оборотов в минуту мы получаем в районе 26 дБ, что я считаю очень хороший результат, как для китайского производителя. Это, конечно, не Be Quiet или Noctua, но раздражать они точно не должны, особенно в закрытом корпусе. Но, конечно, главная их фишка – это подсветка и внешний вид. С их помощью можно классно стилизировать свой персональный компьютер и дать ему футуристичный внешний вид. По итогу мы получаем интересный и очень стильный набор вентиляторов с подсветкой на любой вкус, которые выделяются из всего, что мы сейчас имеем на рынке. И при всем этом они не стоят космических денег. Минусом может быть только не сильно известный производитель, но по качеству моей модели претензий у меня совершенно нет. Так что могу смело рекомендовать. Ссылку на того продавца, у которого я их заказал, я оставлю в описании видео. Надеюсь, вам этот ролик понравился и был полезен. А если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментариях, и я постараюсь вам ответить. И, как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok